Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Тем временем» я, Александр Архангельский. Тема сегодняшнего выпуска нашей программы – ставка на ценности среднего класса и всеобщее усреднение культуры. Прежде чем я представлю моих уважаемых собеседников, давайте вместе с ними посмотрим сюжет. На излете перестройки многие надеялись – вот наладим жизнь, создадим средний класс, реабилитируем культуру обыденности, литература станет только литературой и перестанет быть учебником жизни. И тогда мы, наконец, освободимся от советских комплексов, станем полноценными европейцами. В этом году ровно два десятилетия со дня исчезновения империи и самоисчерпания перестройки. По формальным признакам средний класс имеется быт налажен. И вдруг выясняется, что комплексы никуда не делись, претензии, выгнанные через дверь, возвращаются через окно. Лидер чистого эксперимента Владимир Сорокин пишет норвоучительные политические памфлеты, в глянцевых журналах печатают пламенеющую публицистику, а культурное пространство стало не европейским, а просто очень средним. Торжествует серость, то бедствие среднего вкуса, которое так охотно обличали советские журналисты. И не средний класс, а более чем среднее мещанство начинает заказывать музыку. Между тем, именно на них, осевших в городе крестьян, не ставших рабочими и не разбогатевших, когда-то делало ставку правительство большевиков. Мещане, стремясь выбиться в люди и обеспечить свое существование, составили основу бюрократического аппарата советской власти. Оказались самым живучим социальным слоем, который приспосабливался к любому режиму и подстраивался под любые обстоятельства. Судя по всему, пережили они и перестройку, и реформы, и стабилизацию. Сегодня социологи говорят о новой мещанской революции, о социальном заказе современной культуре. Сделайте нам в среднем. Не очень плохо и не слишком хорошо. Нам нужны упрощенные чувства, примитивные герои, плоские конфликты. Но какие моральные качества и идеалы посредственность может утвердить и усвоить? Где в таком случае место высокой культуры? В своеобразной выгородке на обочине? Об этом рассуждают гости программы тем временем. С удовольствием представляю моих гостей. Ольга Александровна Седокова, поэт, эссеист, филолог. Добрый вечер. Добрый вечер. Елена Константиновна Зелинская, вице-президент Медиасоюза, публицист. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Юрьевич Хржановский, режиссер и кино, художественного и анимационного кино. Здравствуйте. Добрый вечер. Данил Борисович Дондурей, главный редактор искусства и кино, социолог культуры. Здравствуйте, Данил Борисович. Здравствуйте. Юрий Геннадьевич Сапрыкин, редакционный директор журнала «Афиша». Здравствуйте. Йенс Зигерт, политолог, историк и представитель Московского бюро фонда «Генриха Бёля». Здравствуйте. Здравствуйте. Я попробую отослать наших зрителей к двум статьям разного времени. Первая была статья Ольги Александровны, а потом была и публичная лекция. Книга была. Книга была. И была публичная лекция на эту же тему в Полит.ру. «Посредственность как социальная опасность». И была совсем недавно статья Елены Константиновны в газете «Известия». Первая мещанская. Елена Константиновна про это говорит, что советская революция – это мещанская революция. Победа мещанства. Сейчас мы возвращаемся опять к этому самому мещанству, в котором есть опора возможной тоталитаризма. А Ольга Александровна расширяет этот контекст до всего мира и говорит об усреднении культуры, о торжестве посредственности, как о новой форме тоталитаризма. Та посредственность, которую я описывала, и которая действительно, на мой взгляд, корень и нашей революции, и нацистского переворота – это не совсем то, что обычно называют мещанством и обывателем. Это, если уж так говорить, то совсем-совсем мелкое мещанство, близкое к люмпенству и в него переходящее. У него свои ценности. Это, конечно, более низкий срез общества. И к нему мы возвращаемся, не к среднему классу. Те ценности, которые сейчас реально действуют в нашем обществе – это не ценности европейского среднего класса, это полукриминальная мораль. А какие это ценности? Что является признаками этой полукриминальной морали? Ну, как оценивается человек, как расставляются вещи. Например, что-то не будет издаваться или показываться, потому что у него не будет коммерческого рейтинга. Это простейшее выражение. Отношения между людьми, которые во многом построены на недоверчивости. Недоверчивость, на мой взгляд, это первое свойство человека, прошедшего советскую школу, родившегося здесь. Этим он очень отличается от других. И это похоже, опять же, на низший слой мещанства или на люмпенство. Это то, что Дитрих Бонхёфер описал. Только напомните, пожалуйста, зрителям. Это немецкий священник, протестантский пастор, который прошел через… Который стал свидетельской церковью антигитлеровской и погиб, в конце концов, в тюрьме незадолго до победы Гитлером. И вот он описывает поведение этих парей, этих низших слоев общества. Говорит, что доминанты их поведения – недоверчивость. Почти все не верят. Они говорят, там что-то сделано, там заплачены деньги. Собственно говоря, это первая реакция. Меня это ужасает. Я не знаю, как с этим быть. Но это не ценность среднего класса. Юрий, афиша, когда запускалась, у неё был слоган, насколько я помню, «Как напишем, так и будет». То есть это такое мифологическое творение нового класса из ничего. Делал пением лодку. Этот эксперимент удался? Мне кажется, что мещанство – это термин, который сейчас не в ходу, но он гораздо более определенен. Средний класс – это всё-таки в нашей ситуации какой-то политологический конструкт, который должен что-то оправдать. Это такая фигура ожидания. Некой сплочённой группы, объединённой общими ценностями, её фактически не существует. Хотя иллюзия такая, безусловно, была. И эту иллюзию проговаривал в самом начале существования и журнал «Афиша», и многие другие культурные герои вспомнить того же Гришковца. То есть это персонаж Гришковца – это человек, который говорит, у меня есть свежевыглаженная рубашка, вкусный кофе, хорошая музыка в машине. И этого, в общем, достаточно для счастья. Вот это и создаёт полноценность моего существования. С течением времени оказалось, что вот эти простые радости обычных людей, они в нашей ситуации возможны только в какой-то микроскопической персональной резервации. Тебе нужно очень сильно себя уговаривать, что у тебя вкусный кофе, и поэтому всё замечательно. Потому что жизнь, которая находится за пределами этой скорлупы, всячески о себе напоминает, она гораздо более сложна, неприятна, запутанна, чем вот это как бы одномерное вкусное существование. И в этой жизни я хотел бы вспомнить ещё одно интервью Ольги Александровны, новой газете совершенно недавнее, про обыденность, которая заняла всё пространство жизни. Вот в этой жизни за пределами скорлупы в ней страшно всё запутано, в ней нет развлечения добра и зла, и вкусный кофе в её контексте уж точно не может являться абсолютом. И в ней очень сложно найти какую-то абсолют и какую-то опору. Всё, вот, вся гражданская активность среднего класса последнего времени, на мой взгляд, это такая не очень ловкая попытка эту опору найти. Давайте зацепимся за что-то, что точно хорошо. Допустим, ну там, вырубать Химкинский лес точно плохо. Поэтому, а через месяц оказывается, что всё и там как-то не так просто. Вот, и в этом как раз и есть, не скажу трагедия, но какая-то нереализованность и шаткость положения среднего класса. А для кого же вы тогда работаете? Гудуборец. Ну, мне кажется, понятие среднего класса – это такой особый идеологический виртуальный продукт. И поэтому замечательно вот то, о чём Юрий сказал, мне кажется, это ключевое слово – это запутанность. Ценностная шкала беспредельно размыта. Просто беспредельно. Поэтому это всё условно. Возникают проблемы рынка и проблемы неправильно устроенного мировоззрения накладываются на проблемы неправильно устроенного рынка. Всё это подгоняется отсутствием государственной политики, отсутствием представления, как должно быть общество с развитым средним классом устроено. И всё это превращает в огромную кучу мусора. Не совсем то. Вот то, что мы сейчас описываем в средний класс, это скорее такой эмбрион буржуя, если говорить вот в этих терминах. Он, конечно, ещё не такой буржуя, который… То есть буржуев ещё нет, а мещане уже есть? Мещане… Или всё ещё? Мещане почти… И они неистребимы. Это самый живучий, самый приспосабливаемый слой. Это всё часть огромного, как вы говорите, запутанного, разнообразного общества. И каждому есть своё место, цель, задача, и каждый является полезной составляющей цивилизации человеческой. Беда-то в чём? В том, что когда срезаны или изъяты из жизни, так или иначе, или оттиснуты на обочину жизни, другие классы и доминирующим становятся один из них. Возьмите пролетариат, что вредного. Как только он на очень небольшой, правда, срок, реально получил в руки власть, сколько вреда не успели причинить стране. Так ведь? Так же и получилось, на мой взгляд, и с нами. В 30-е годы, значит, незаметно для, может быть, всего общества, но класс мещан оттиснул на обочину практически слой класс, как хотите. Всех, все, кто мог быть для него конкурентом. Эти люди медленно, постепенно, но к 30-м годам практически захватывают все ключевые позиции. И для них незыблемость этого строя становится жизненно важной. Потому что ни при каких других обстоятельствах, вот этот товарищ Огурцов, например, или Бывалов, то, что нам обессмертил Александр Афанин, никогда бы не оказались в таком положении. Так близко к деньгам, самое главное. И располагая огромной, так сказать, возможности управлять большими ценностями и судьбами людей. То есть террор является следствием победы этого класса? Абсолютно. А сегодня что? А кому еще он был выгоден? Практически никому. Даже большевикам, которые попали под раздачу, практически первые. Так ведь? А сегодня-то как? Сегодня их психология, которая описывается, вот любой из нас легко опишет, это алчность, себелюбие, ограничение интересов. Недоверчивость. Недоверчивость. Сегодня это стало выношенной, доминирующей и переданной из поколения в поколение психологии в стране. Посредственность, нежелание вникать ни во что, что тебя лично не касается, абсолютная безучастность к судьбе другого человека, равнодушие к всему, что не касается лично тебя. Вряд ли это относится лично к Гришковцу, скорее всего, это, так сказать, фигура речи для него. Сам-то, мне кажется, он человек творческий, и вряд ли его жизнь ограничена чашкой кофе. Уж точно что нет. Вот. Но в чём, на самом деле, беда наша в том, что сегодня вот эта психология доминирует в обществе, она передаётся системой образования, она передаётся системой отношения к культуре, и практически она разлита, как в воздухе. Нет, конечно, конечно, он не только российский, и я не уверен, что понятие Мишан нам помогает в том, чтобы понимать то, что здесь происходит. Хотя я с описанием, которое вы только что дали, согласен, и я бы на самом-то деле самое большое внимание уделил именно этого слова доверие. Вот для меня сегодняшнее российское общество – это общество, где никто никому не верит и почти ни в чём не верит. И это делает всё, почти все процессы в обществе очень сложные, потому что всегда нужно быть на виду, всегда нужно посмотреть, что как-то вот тебя не обманывают, а если ты не обманываешь, это тогда вот ты в проигрыше. Это начинается на улицах, где вот каждый миллиметр на машине надо, или в метро, где вот тебе уже не даёт выходить из поезда, когда вот уже войдут, потому что боятся, что что-то... И так продолжается и в отношении вообще почти ко всеми институтами. Самое страшное для развития страны – это и для меня, это поведение. Вот сначала денег, потом товар. Если посмотреть, как вообще развивались экономики, и сейчас, может быть, я говорю о Германии, так честный торговец или честный бизнесмен – это вот тогда вот рукопожатие – это договор. Это, конечно, вот сегодня тоже немножко звучит наивно, и не везде это так, но на самом деле я могу в Германии вот почти всё заказать в интернете, мне это пошло домой, да, с надеждой или с уверенностью о том, что я потом оплачу этот товар. Здесь вот, если вот вершина услуги – это человек приходит в дверь, вот какой-то курьер, вот принесёт товар, но он хочет деньги в руки. Вот это вот, и это недоверие, я не уверен, что это от мешанства, и скорее всего, это от той атомизированности общества. Вот каждый, каждый поодельно, вот это для меня вот самая большая проблема. Каждый за себя. Каждый за себя. Да, вы знаете, конечно, это создано нашей историей, это не та недоверчивость, которая есть у хитровых крестьянина, но это недоверчивость десятилетий доносов, это отсутствие презумпции невиновности, которая у всех в крови. Первое, думать, что человек что-то хитрит, а не то, что он говорит правду. Это ужасное наследство, и я думаю, типично наше. Есть вещи общие, но вот это вот не общая вещь, насколько я видела в Европе. Про Европу я сейчас ещё одну цитату вам приведу. Я хочу, чтобы включился Андрей Юрьевич. Вам-то как художнику, каково в такой интеллектуальной среде находиться? Но вы понимаете, что это значит в интеллектуальной среде? Если, вот мы сейчас говорим о несчастности, как о некой, как бы, стихийно организовавшейся массе, но на самом деле давайте посмотрим на неё так, как на неё и смотрят вожди. Что с ним нужно сделать, чтобы он достиг уровня управляемости с помощью всем известных технологий? Промыть, вернее, вымыть остатки мозгов, и этим благополучно занимается телевидение. И тот уровень пошлости и невежества. А можно я вас перебью? Да. Вы думаете, что западное телевидение как-то какое-то иное? Я так понимаю. Вы понимаете, в чём дело? У западной цивилизации есть колоссальные, так сказать, компенсирующие факторы. Так можно делать компенсирующих факторов? В виде грандиозной культуры, которая, понимаете, если мещанин в штатном итальянском городке заходит в свою кьезу и видит там творение Веронезе или Тициана, то это уже создаёт некий, так сказать, иммунитет. Ну и наш заходит пока ещё, там в Ипачевский монастырь и видит. Ну хорошо, что заходит, но во всяком случае, ведь недаром Маяковский, по-моему, даже процитировал специальные стихи такого вот мещанского поэта, который провозгласил. Я филозоф и я познал законы, правящие миром, и потому своим кумиром я безразличие избрал. Вот это безразличие, оно, собственно говоря, и приводит ко всем тем катастрофам, которые мы имеем в виду, от политики до криминала, до экономики. Я задаю вам тот же вопрос, что и Юрий, хотя у вас совершенно разные жизненные задачи, но для кого вы тогда своё кино снимаете? Если это сужающаяся, сужающаяся аудитория. Для своих друзей, многих из которых уже нету, но всё равно я снимаю картину для, что бы я ни делал, я делаю с оглядкой на то, как к этому отнесутся мои замечательные наставники в искусстве, в жизни, в прошлом и в настоящем. А ощущения сужающегося острова нет? Конечно. Что островок всё меньше, 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 да вода захлестнёт? Конечно, есть, конечно, есть, но выход из этого, наверное, всё-таки какое-то противостояние этому в мощной, в состоянии какой-то мощной культурной институции, понимаете, потому что уровень, скажем, вот Ольга употребила слово «донос». Я вспомнил рассказ артистки замечательной театра и кино Елены Алексеевны Тяпкиной, которая рассказывала про своего соседа по коммунальной квартире, он к ней просто как бы даже с претензией обратился и говорит, «Елена Александровна, что такое? Кроссфорд, не могу разгадать, они явно ошиблись. Тут написано письменное сообщение, шесть букв, а я знаю, что пять. У меня не умещается. Ну как, как? Донос. А вам не приходило в голову, скажем, письмо?» На что надеяться, какие механизмы запускать? Вы любезно процитировали мою статью. Когда она вышла в «Известиях», мне позвонило несколько знакомых, в том числе, значит, одна уважаемая дама, которая работает чиновником и довольно высокопоставлена. Она говорит, «Лена Александровна, я прочитала, знаете, как-то мне не по себе стало. Как-то я заёрзала. Как-то вдруг стала к себе прикладывать». Я говорю, «Бог с вами». Это первый признак, что вы не попадаете в эту категорию. Мещанин, он не ёрзает, у него всё в порядке. Но тем не менее, подумала я, что есть же огромное количество людей, которые, ну они не закостенели в этом, не в развитии, особенно молодых людей. Но невозможно жить в стране, тем более такой, как Россия, и в конце концов не проникнуться этими гражданскими чувствами. Мне кажется, что мы не обсуждаем два очень важных обстоятельства, связанных с таким падением культурного потенциала в нашей стране и появлением огромного количества культурных барьеров. Первое связано с тем, что мы, видимо, единственное сегодня общество, где представление людей о происходящем не соответствует их жизни. То есть люди живут одной жизнью, а представления по поводу того страны, идеалов, ценностей, принципов экономики, морали и так далее, они живут в разных временах одновременно. Это мировоззренческий ступор. И второе – это развитие экономики рынка без каких-либо ограничений. То есть рынок, естественно, всегда использует механизмы понижающей селекции. То есть чем больше насилия, чем больше скандалов, чем больше страха, тем больше денег, больше продаются билетов, рейтинги, билеты, деньги и так далее. Все общество каким-то образом компенсирует это движение рынка разными механизмами. У нас эти две встретились, и поэтому очень плохая ситуация. Она действительно очень плохая, потому что… Выход-то есть? Выход есть. Какой? Выход есть. Два выхода. Но я сразу скажу просто то, что мне кажется очень существенно. Без решения вот тех проблем, которые мы обсуждаем, причем культура не в узком смысле, а в широком. Никаких шансов на модернизацию страны и построение современного общества, и конкуренции не только с Китаем, но и с Исландией через какое-то время, без изменения всех вещей, которые мы обсуждаем, просто невозможно. Не могут люди в 2011 году жить с идеалами 1937 года. Не могут. Это никаких нет. Что-то мне подсказывает, что и с 1948 тоже как-то проблема. Да, конечно. И второе, это… Даже в 60-е я уже бы отказалась. Да, и это очень опасно. В обществе нет осознания этой драмы. Произошла чудовищная термонологическая путаница, потому что слои людей, о которых мы говорим… И самое главное, мы все понимаем, кто имеется в виду. Я не сразу понял. Слои людей, о которых мы говорим, не имеют отношения ни к среднему классу, ни к грешковцу, да простит меня, Евгении, ни к вкусному кофе, ни к чему подобному. Да, это люди, чьей главной ценностью является жрать и набивать свой карман. Извините за выражение. Это действительно… А таких разве мало? Это действительно господствующая система ценностей. Эта система ценностей совершенно не зависит от того, на каком из 15 уровней дохода и заработка ты находишься. В этом смысле народ и партия, безусловно, едины. Все в порядке. И те стратегии, которые являются, так сказать, подрывными по отношению к этой системе ценностей, они очень часто исходят не со стороны высокой гуманистической культуры, а со стороны того же самого обывательского среднего класса. Существует множество в молодежной среде, особенно субкультур, начиная от анархистов, заканчивая каких-то там модниками, изучающими дизайн, которые являются четкой альтернативой вот этой живущей, набивающей карманной системе ценностей. Другое дело, что внутри этих субкультур, безусловно, также не возникает вот того социально ответственного субъекта, или, выражаясь правительственным языком, субъекта модернизации, на которого можно было бы спокойно возложить ответственность за будущее следующих поколений. Но альтернативы существуют. Наличие айпэда или там какой-то другой... Заметите, что вы говорите в отличие от большинства, вы говорите правильно, айпэд, но он же по-русски становится айпад, полный айпад. Наличие айпэда не делает человека социально ответственным субъектом, но, по крайней мере, оно очень часто выбивает его вот из этой хапающей системы. У вас есть айпэд? Нет, я, к сожалению, к своему позору могу признаться, с техникой не... Это я к тому, что это не обязательно признак. Мы говорим об обществе, вот, по-моему, Велимир Хлебников, да, делил на... Изобретателей и приобретателей. Да, изобретателей и приобретателей. Вот мы оказались лицом к лицу с победой, можно сказать, приобретателей. Вот эта формула знаменитая из Шукшинского фильма, да, народ к разврату готов. Если мы раньше говорили в том смысле, что он подготовлен к восприятию, то сейчас мы можем говорить о том, что он готов уже как гусь в духовке. И я не знаю, каковы рычаги влияния на это, но мне кажется, что только какие-то мощные, мощные, культурные, хорошо организованные движения, во главе которой могла бы стать очень внимательно сформированная, по-настоящему культурная, интеллигентная, так сказать, элита, не из аристократов, а из интеллигентов. Понимаете, что я имею в виду? Можно я? Да. Гульфан, вы запомните то, что вы хотели сказать, но я просто хочу процитировать вот ваше высказывание. И расширить тем самым все-таки контекст до европейского и мирового. Вы говорили, что в одном из посланий Анна Павла II папа отвечает на вопрос, кто же виноват в расколе церквей? Посредственность. Посредственность внутри каждого из расколотых движений. Именно посредственности нужны расколы, потому что посредственность – это желание обойтись без малейшей гибкости, без всякой открытости, держась за раз, навсегда принятые обобщения, которые заменяют личный опыт, заменяют то, с чего вы начинали, старую правду. Вот умница. Первые слова, папа, остальные мои, про раскол в церкви. Я хотела сказать, что действительно это процесс, который связывает с общей демократизацией. Демократизацией не только гражданской, против которой, в общем, нужно быть злодеем, чтобы возражать против гражданской демократизации, но и интеллектуальной демократизации, когда перестаёт цениться действительно гений, талант. Это мировой процесс. И посредственность в этом смысле, опираясь на то, что теперь все критерии относительны, что авторитетного мнения нет, одному нравится одно, другому другое, и получается, что, собственно, сцену занимает вот эта самая художественная, интеллектуальная посредственность. Это, конечно, планетарное явление. Все его замечают, кто думает о себе. Они между собой не связаны, демократизация гражданская, эстетическая? Нет, я думаю, что не обязательно они такой жёсткой связью связаны. Можно себе представить достаточно демократическое правовое общество, в котором, тем не менее, гений обладает не правами юридическими, он обладает властью, так сказать, данной свыше, если эту власть признаёт общество. А можно хоть один пример такой? Должны быть критерии, должны быть какие-то общие критерии, которые утрачены, должны быть инстанции, которые бы внушали уважение, которые скажут, вот это искусство, а это не искусство, теперь так говорить уже нельзя всё относительно. Вот в чём дело. И для посредственности это очень удобная среда, и очень неудобная для того, кто хочет делать что-нибудь серьёзное. Дима Борисович. Но я вернусь к теме рынка. Дело в том, что это очень сильный игрок на культурном поле. Это большущие деньги. С тех пор, как общество стало массовым, где-то лет 30-40 назад, и в России в том числе, в других странах раньше, это гигантские средства, которые вполне сопоставимы и с усилиями государства, и с усилиями аристократии. Потому что огромные деньги, там, скажем, 2 миллиарда, даже больше полученные Камероном, американской компанией за фильм «Аватар», они бьют усилия, ну, бьют не то слово, любые государственные вложения, любые, и никто не может сегодня к этому относиться высокомерно, наплевательски, при том, что действительно это электорат, действительно это потребитель, действительно это человек, с которым можно и необходимо договариваться, и так далее. Знаете, удивительным образом фильм «Аватар» же отражает некоторую систему ценностей современного, так сказать, американского либерала, в которой, допустим, единение с природой – это хорошо, а добыча нефти на землях клинных народностей, это плохо. И дальше этот фильм с этой идеологией приходит сюда, и не происходит ровным счетом ничего. Нельзя сказать, чтобы фильм «Аватар» кого-то распропагандировал или сагитировали, кто-то после его просмотра чертыхаясь, так сказать, кинул на стол удостоверение служащего «Газпрома». Нет, это остается чистым, беспримесным развлечением, идеология не достигает сознания смотрящего, заложенного в нем. То есть, если это попадает в другое смысловое поле, понимаете, поэтому тот же фильм, он начинает… Я только прошу прощения, а разве в Америке кто-то из «Эксенмобил» положил удостоверение на стол после фильма «Аватар»? Нет, дело-то не в этом. Все равно у этого фильма невероятно благородные… Вся содержательная программа этого фильма, просто все. Но Юрий, сколько я его понял, говорит о том, что благородные программы приходят сюда и упираются в это опустошенное, отталкивающее, развлекающее… Она и там существует… Но раз в Америке не так же? Кэмерон принадлежит к довольно широкому слою американской интеллигенции, если мы можем об этом говорить, которая, безусловно, разделяет эти ценности, для которой сохранение каких-нибудь китов или белых медведей значительно важнее, чем интересы компании «Эксенмобил». Здесь я такого широкого влиятельного слоя не вижу. В другом случае можно было бы поговорить об «Аватаре» как о примере глубоко антихудожественного кино. Это тоже любопытная постановка вопроса, если ориентироваться на широкого зрителя. А вот у нас, скажем, когда в шести залах музея кино на Красной Пресне показывали фильмы, начиная от первых лет существования кинематографа и включая все шедевры мирового кино, и когда сотни и тысячи людей, часть из которых, лишенная этой возможности, скорее всего, оказалась на Манежной площади, когда эти люди смотрели эти фильмы в сопровождении замечательных лекций, это был грандиозный очаг культуры. Это был один из лучших музеев в мире. Это признано всеми, не только россиянам. Я в свои 18-20 лет был в музее кино каждый день абсолютно. И мне кажется, что люди, которые выходят на Манежную, они выходят оттуда не от того, что им не продали туда нелет, а люди, которые ходили туда. Я вас слушаю и думаю, уж не ходил ли этот человек каждый день в музей кино, потому что вы замечательные вещи говорите. Но согласитесь, что люди, вышедшие на Манежную, это не мещане. Нам их ценности очень не нравятся, но это не мещане. У них есть... Может быть, я вредный ввел, так сказать, момент вот этим сопоставлением, но я хочу сказать, что ведь это же сознательно был истребленный, грандиозный очаг просвещения. И там получили вот то, что вот из вас делали, ну, скажем так, культурного человека, или наоборот, вы уже туда ходили в возрасте там 18-20 лет, а у вас это начало уже было. И то, и то. Это встречное движение. Что делать человеком, человек из человека, человек, который входит в музей кино и не наманишь. Это же и один вопрос, который на основе нашей дискуссии, а что происходит с этим, называемым это мешанством, это навечно мешанство, или может это преобразоваться? И откуда вот это мешанство произошло, и почему оно сегодня преобладает? Были вот эти действительно наивные представления о том, что как-то вот будут доходы, будут, скажем так, ну, эти социальные меры. Как начиналась книга Леонида Лича-Брежнева «Сталена». Первая фраза. Будет хлеб, будут и песни. Да, да, да. Человек сегодня. Человек становится культурным человеком через то, что он сам сделал, и осознавание о том, что это сам делал. Вы знаете, переносить наш разговор в контекст мировой проблематики немного нечестно. Потому что те проблемы, которые, естественно, происходят в связи с демократизацией и всем прочим, они реально существуют. Они к нашим. Это не имеет никакого, ни малейшего отношения. Вообще ни малейшего. Ни малейшего. А сравнивать, это всё равно, что вот человек лежит, по человеку проехал паровой каток, он лежит в больнице. Значит, лечится, выздоравливает. Он говорит, а ты знаешь, что ты когда вылечишься, и, значит, уже бросишь костыли, тебя, в общем-то, будут ждать кое-какие проблемы. Надо будет жениться, жена может оказаться злая, дети будут бездельники, там и так далее. Налоги платить придётся. И вот это вот разница в проблемах. Я как раз хочу сказать, что сегодня мы должны остро понять, это не просто драма, это не просто наши общие рассуждения, это реально проблема выживаемости. Вот если у нас останется в стране доминирующей вот эта вот психология потребления, алчности, или как Стругацкий, помните, говорили, кое-какеры, да? Вот эта психология кое-какеров, людей, живущих на ренту, то мы реально просто рухнем куда-нибудь, значит, а мы это умеем хорошо, со вкусом, со смаком делать, вот рушиться, а потом уже подбирать остатки. И это не то, что вот Аватар ли там, значит, и сколько он соберёт, или там какой-то другой фильм в Америке станет, значит, более популярным. Это же называется насморк для здорового человека. А вот для нас отсутствие культурного пространства, которое окружало бы всю жизнь, и всю жизнь, я имею в виду общую жизнь страны, проникало бы и оказывало бы реальное влияние. Ольга Александровна. Это вопрос реально, выживет страна или нет. Понимаю. Ольга Александровна. Я хотела сказать, что, к сожалению, без проблем другого мира, для нас это прежде всего европейский и американский мир, тут не обойтись, потому что, во-первых, мы уже живём в глобальном мире, ничего с этим не поделаешь, и во-вторых, все надежды на то, что у нас наступит человеческая жизнь, были связаны как раз с поднятием железного занавеса. Мы посмотрим, как живут люди, мы будем учиться у них. И то, что встретились не с тем, чего ожидали, тоже имело, я думаю, очень печальные последствия. Не Европа в этом виновата. Что увидели в Европе, и что сюда перенесли. А в чём я вижу надежду, я думаю, что у нас, быть может, есть у меня такая надежда, что, может быть, российское представление о культуре немножко переменится. Я вижу знаки этого, потому что мы унаследовали разночинское понятие о культуре. Культурный человек читает книжки, может быть, слушает музыку, хотя для русского интеллигента это уже не обязательно было, и так далее. То есть культура вот такая. Культура поведения, культура того, как накрывается стол. В русское представление о культуре очень мало входило. Социальная культура отношений с людьми прежде всего. И вот для меня знаки того, Культура соседа. Да, что вот меняется немножко, стихийно меняется это представление. Для меня некоторые движения последних, буквально последнего года, о которых я слышала, это самоорганизация в помощи пожара, при пожарах. И вот то, о чём говорили во время взрывов в аэропорте. Это может быть впервые, на моей памяти люди, не обращаясь к государству, не рассуждая о рынке, сами вместе делали добрые дела для других. Вот здесь я вижу некоторую надежду больше, чем в совместном протестном движении. Впервые вместе сделать что-то для другого. Вы знаете, для меня я, хотя как бы с виду проявитель скептических настроений, но по природе я оптимист. И для меня образом этого оптимизма является тот человек, по которому проехал каток, и который после этого попал в больницу, в то время, как казалось, его можно только под дверь подсунуть. Вот мне кажется, что всё-таки хотя бы по нам проехался... Это говорит мультипликатор. Нет, 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 нет. Ну да, я тоже... Хотя по нам проехался каток, это просто старый анекдот, но тем не менее, я возлагаю по-прежнему свои надежды на нашу традиционную великую культуру. Вы совершенно правы, что так сказать. Это национальная идея, которая лежит на поверхности. И без того, чтобы всё общество и прежде всего руководители повернулись лицом к этому явлению и к этой обязанности, мне кажется, что не будет никаких сдвигов ни в политике, ни в социологии, ни в экономике, ни в том, что сегодня нашу страну поставила на грань, так сказать, безусловно, криминальной. Мы, конечно, здесь хотим себя утешить, и это наша работа, видимо, с тем, что много чудесных случаев, когда люди ведут себя очень благородно. Но когда социолог бы говорил о том, что происходит с нашей страной, 59% населения не доверяет никому, кроме собственной семьи, и это... А собственную семью гнобит? А собственную семью это 85 миллионов человек старше, там, 80 с чем-то, старше 4 лет. Это десятки миллионов. То есть мы какие-то случаи, которые всегда нужны, как примеры и так далее. Но мы прекрасно понимаем, что вот это отсутствие социальной солидарности, беспрецедентная терпимость к насилию, гигантские потребительские модели, это всё результаты продуктов, которые производятся каждую секунду всеми институтами нашей страны. Это и семьёй, и школой, и телевидением, то есть основными институтами, которые создают вот этот эфир смыслов. И поэтому, серьёзно, кто может этому противостоять? Пока понимание того, что человек живой, и он может сам вдохновляться, пока этого не произойдёт, то есть не изменится модель отношения к человеку, ничего вообще не произойдёт. Сколько бы замечательных слов мы не произнесли. Юрий. Переменится, не переменится? Знаете, мне кажется, что вот эта господствующая система ценностей, она, скажем так, весёлая, но не радостная. Набивать карман, то очень весело, безусловно. Отчасти поэтому... И тратить. Но чисто не радостно. Отчасти поэтому вся массовая культура сейчас построена в таком непрерывном похохатывании. То есть постоянно нужно как-то, чтобы было прикольно, и чтобы любые, даже политические новости регулярно вышучивались. Но это не радостно. Это не даёт некой прочной уверенности в том, что ты делаешь какое-то хорошее дело. И все мои надежды связаны на то, что, как бы, пройдя сквозь этот период, мы, я уж не знаю, кто это мы, но мы постепенно будем открывать в себе вот этот новый гуманизм. Радость взаимопомощи, радость сочувствия, радость жалости к другому, как это дико не прозвучит, радость труда и того, что сделано что-то тобой, а не украдено или не упало тебе счастливым образом на голову. Енс, вы долгие годы здесь живёте, и всё продлеваете, продлеваете свой контакт. На что вы надеетесь? На что вы рассчитываете? На кого вы работаете? На кого работаете, знаю. Я не культурный пессимист и вообще не пессимист. Я оптимист и надеюсь на самом деле на очень многих людей, именно об этом хотел сказать, которые это делают, о чём вы только что говорили, которые являются внимательными, которые помогают другим, карстно-бескарстно. Вот помощь это всегда и... Помощь другим, это почти всегда и что-то вот, от чего человек получает отдачу, не обязательно, вот денежные. Их действительно очень много, которые помогают старикам, которые помогают детям, которые и отстаивают права, вот тогда, когда они нарушены. К сожалению, в России часто государства нарушены. Эти люди, это очень светлые, это очень много людей, эти люди во мне сставляют оптимизм, что не всё потеряно. И будем надеяться, что они станут зрителями Андрея Хрожановского и других хороших режиссёров, читателями книг. Как правило, они любят. Они, как правило, они иконитые есть. Это очень близко, которые отправляются в дальнюю дорогу, берут с собой, помимо там, замечательных поп-групп, там, любви и прочее, прочее, Баха, Чайковского, Моцарта. Я вынужден подводить черту под этим разговором. На самом деле, он терминологически может быть и путаный, но очень важный, потому что он про реальное явление, которое мы все ощущаем, хотя социологически оно, видимо, точно и не описывается. Назовём это в привычном, русско-советским словом, мещанство. Та вот среда, среда равнодушия, среда недоверия, среда цинического отношения к мелкой жизни, внутри которой человек привыкает жить и не хочет выходить за её пределы, мы все остро чувствуем, что это есть. Это сказывается и на экономике, и на фильмах, поскольку каким-то образом сэкономика, и на книжках. Но и выход из этого тупика, он тоже связан будет с ростом и сменой культурных запросов. Это неизбежно. И то, что я от вас услышал, напугать, предложить, дождаться, да, и напугать, и предложить, и дождаться. И, несомненно, то, что вы сформулировали, что появляется новое поколение людей, которые не хотят участвовать в политике, но хотят участвовать в... В общежитии. В общежитии. Я тоже надеюсь на тех, кто приходит, потому что они-то в основном и скачивают ваши фильмы. Если бы можно было скачивать за деньги, скачивали бы за деньги, поскольку в торрентах без денег, то и без денег. Формируется новый запрос. Вопрос, есть ли у нас историческое... Достаточно ли исторического времени, чтобы мы дождались результатов, но они, Бог даст, будут. Спасибо вам огромное за этот разговор. Со зрителем увидимся в понедельник на канале Культура. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok